МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующий день родные сообщили в полицию и начались поиски. К операции привлекли волонтеров. Обследовали не только Саиногорск, но и ближайшие районы. Лесополосу, Телобея, Дихановка и Новомихайловка. Рядом с последней и была сделана страшная находка. Местный тракторист, проезжая мимо поля в районе деревни, заметил обгорелые останки человека и сообщил в полицию. Сегодня известно лишь, что найденный труп женский. Установить личность и причину смерти предстоит экспертам. Региональный сосудистый центр готовится к открытию в Абакане. Здесь будут проходить лечение и реабилитацию больные, перенесшие инсульт. Сейчас почти все готово к работе. Дорогостоящее оборудование закуплено, а специалисты в течение ближайшего времени будут готовы принять пациентов. Репортаж Ольги Стельмах. Ходите гуляете по отделению? Гуляем. Резкая головная боль, тяжесть ногах, частичная потеря зрения речи. Это, как правило, одни из основных симптомов инсульта. Евросинья Шумкова уже идет на поправку, но еще две недели назад пенсионерку экстренно доставили в неврологическое отделение. Практически полностью она у нас восстановилась, но остаточные явления еще, конечно, есть. И она будет еще продолжать дома терапию восстанавливаться. Но здесь прогноз достаточно благоприятный. Сегодня пациенты, перенесшие инсульт, проходят раннюю реабилитацию в общей терапии. Палаты переполнены. Через несколько месяцев больных примет региональный сосудистый центр. Первый в Хакасии. Его откроют в новом корпусе республиканской больницы. Дорогостоящее оборудование в рамках программы здравоохранения приобрели еще в начале года. Сейчас центр ждет специалистов. По статистике, каждый четвертый больной, получивший лечение, сразу же восстанавливается для обычной жизни. Инсульт по смертности занимает одно из ведущих мест. Это второе место, второе и третье место во всем мире. И точно так же у нас. Самая по себе мозговая катастрофа, она уже произошла. И основная задача – это сохранить жизнь и как можно раньше начать заниматься профилактикой повторного нарушения. Весь центр – это палаты интенсивной терапии. Здесь будут бороться за жизнь самых сложных пациентов. И кабинет лечебной физкультуры. Современное оборудование работает по принципу обратной биологической связи. Если у здорового человека мозг дает команду рукам и ногам, то здесь движение конечностей должно разбудить поврежденные отделы мозга. Заново учиться сидеть, ходить и говорить. Реабилитация людей, перенесших инсульт, может занять годы. Некоторым пациентам приходится обучаться вновь элементарным бытовым навыкам. Завязывать шнурки, открывать дверь, выключать свет. По опыту соседних регионов, работа сосудистых центров уменьшает смертность после инсультов от 4 до 10%. Какой результат будет в Хакасии, покажет время. Уже к концу года центр примет сразу 30 пациентов. Медики смогут не только бороться за жизнь пациентов, но и давать шанс прожить ее полноценно. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Очередное ДТП с участием ребенка. Накануне вечером в Абакане Тойота сбила 11-летнего школьника. Рулевой на марке находился в нетрезвом состоянии, к тому же был без прав. При расследовании выяснилось, что мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил ушибы. На водителя составлен административный протокол. К теме детского травматизма на дорогах мы еще вернемся в нашей ежедневной рубрике интервью. Сразу после выпуска вестей. Сегодня у нас в гостях будет Елена Бойнова, старший инспектор управления ГИБДД по Хакасии. А я продолжу выпуск. Жители двух бараков по улице Советской в Абакане в отчаянии. Они оказались брошенными коммунальщиками. Ремонта 50-летние дома никогда не видели. А с 1 сентября за домами и вовсе перестали следить из-за конфликта с управляющей компанией. Все подробности в материале Елены Крыловой. Сегодняшнее собрание, на которое вышли практически все жильцы двух соседних домов, в большей степени митинг от безвыходности, чем попытка решить проблемы. Ситуация, о которой людям говорить даже стыдно. Двор заливает тем, что вытекает из переполненной туалетной ямы и септика, который по проекту этих домов вроде канализации. Вот тут, пожалуйста, это уже текёт из туалета жижа. Потом приходишь, ноги моешь, идёшь в воду, черпаешь, опять моешь и опять несёшь туда. Вот так мы живём. В этих домах удобств не больше, чем в частных. Туалет на улице, во дворе колонка. Из коммунальных благ внутри только свет. В принципе, к водоканалу и энергетикам у жильцов претензий нет. Другое дело к управляющей компании. Не в пример двору, в расчётках полный порядок. Скажите, за что нам платить? Мы ничего не можем понять. 1700, 1900, вот с меня сейчас 8 тысяч просят коммунал-сервис. Пусть покажут, за что я должна это заплатить. Зодчие с меня взыскивают 20 тысяч. Что я видела? Мы почти все здесь должники. По словам жильцов, война с коммунальщиками у них идёт уже 7 лет. Сначала за домом присматривала компания Зодчий. В январе 2013-го заступила другая – коммунал-сервис. И у её директора, кстати, юриста по образованию, правда, своя, задокументированная. У нас в настоящее время идёт разбирательство по этому поводу в суде. То есть люди говорят, этого не было, это не убиралось, это не видела. Та женщина, которая расписалась сама в акте, говорит, это не я. Это не я. Она в суде отказывается от своей подписи. В 2012-м году Зодчие в июле месяце последний раз были Зодчие здесь. Вообще последний раз. Всё. Вдобавок выяснилось, что к этому непорядку коммунал-сервис никакого отношения уже не имеет. Он больше там не работает. Директор признался, отношения с жильцами не сложились с самого начала. А три недели назад коммунальщики хлопнули дверью. Если собственники на общем собрании просто отказались от управляющей организации, при этом не выбрали иную управляющую организацию или иной способ управления, таким образом предыдущая управляющая компания должна продолжать обслуживать этот многоквартирный дом. То есть без управляющей компании не могут они остаться? Да. То есть просто так без управляющей организации дом остаться не должен. Комментариев, кроме общих, по положениям и законам, жилищные инспекции Хакасии дать не смогли. В своих архивах сотрудники не нашли обращений жильцов, которых, к слову, только за последний месяц было три. Ни своих ответов, один из которых жильцам пришёл недавно. Туалет находится в удовлетворительном состоянии. Всё, что сегодня сделано во дворе дома, детская площадка, засыпаны дыры, в асфальте немного утеплены стены – дело рук жильцов. В какое-то время они даже пытались взять управление домами на себя, но поняли, что не потянут. Они ломают уже всё. Мы не знаем, как с соседями жить будем мы. В программы по ремонтам эти дома не вошли. Последний, который помнят люди, это когда в 90-х разведённой, как вода, краской покрасили стены. Теперь вспоминают с тоской. Хоть какое-то добыло внимание. Елена Крылова, Антон Новожилов, Евгений Чаптыков, Владислав Пустовой, Твести, Хакасия. И в конце выпуска о погоде, которая продолжает приносить не самые приятные сюрпризы. По данным синоптиков, в выходные нас ожидает снег, который может накрыть всю Хакасию. Так что утепляйтесь. А из новостей у меня к этому часу всё. После вестей смотрите рубрику «Интервью». Я с вами пока прощаюсь. Удачных выходных. И до встречи на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова